Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня во всем мире актуально. Сюда входит и инклюзивное образование, и адаптивная физкультура. С последним нет проблем в Алданском районе. Почему, расскажет Татьяна Вахнина. В расписании у Ольги Тен ни одного окна. Только что завершилось занятие у школьников. И сейчас начнется урок адаптивной физкультуры у детей с умственными отклонениями и неврологическими расстройствами. Катя пришла раньше всех. Ольга Юрьевна встречает девочку у дверей. Да, это моя воспитанница Васильева Катя. Вот она ходит ко мне второй год обучаться. Тоже положительная динамика. Пришла, вообще ничего не делала. Сейчас с удовольствием выполняет все. Уроки физкультуры 10-летняя Катюша любит. Правда, сегодня она заниматься не хочет. А вот Женя, напротив, с удовольствием бегает и подтягивается на турнике. Заставлять выполнять упражнения детей-инвалидов категорически нельзя, говорит Ольга Юрьевна. Ребята фактически изолированы от общества. И тренировки в спортзале для многих являются единственной возможностью адаптации и социализации. Дети, которые систематически посещают мои занятия, существует, конечно, есть положительная динамика. Обучаемся, приходят, вообще не умеют ни ходить, ни бегать, ни прыгать. Ольга Тен работает учителем физкультуры в Алданском лицее. Занятие ведет на базе бывшего городского корта. Это здание было отдано лицею несколько лет назад. Уроки здесь проходят не только у лицеистов. На корте работает множество секций, которые посещают учащиеся городских школ. Группы адаптивной и лечебной физкультуры при ресурсном центре лицея были образованы специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивная физкультура я разбиваю по нозологическим группам. Работаю с детьми с нарушением интеллекта, с опорно-двигательным аппаратом, по нарушению зрения и по общим заболеваниям. Детям, страдающим различными недугами, ресурсный центр лицея дарует шанс, если не исцеление, то ощутимого оздоровления. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.